АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, он может нам переводить на русский и отчасти на русский язык. И, конечно, как уже получится. На государственный. На государственный. И, конечно, мы не сами. И, конечно, мы не сами. И, конечно, мы не сами. Русский один. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, спасибо, что пришли сюда и поделили. С Вашего времени, несколько времени со мной. Я хотел бы концентрироваться на основной концепт о общественной здоровье, здоровье общества. Я читал Вашу Конституцию. И в части в Конституции написано, что государство обязано продвигать здоровый образ жизни в обществе. С научной точки зрения, любое, допустим, образ жизни или любое, любое из них, так или иначе, влияет на здоровье людей. А это также влияет на участников каких-то действий и на общество в целом. Если я начну говорить хотя бы то о одном главном, о чем мы здесь собрали с Вами, это было бы, если Вы ведете какой-то особый, специальный образ жизни. И Вы будете жить дольше или меньше и имеете это какое-нибудь значение? Ну, я вот, допустим, буду говорить о курении. И, значит, были сделаны так, селективные выборки, значит, люди, которые курят, люди, которые не курят, было установлено, что те, которые не курят, будут жить дольше, чем курящие на 2-3 года. Это очень сильный аргумент, касательно, допустим, здорового образа жизни или эффекта на здоровье человека. Очень много в этой жизни влияет на наше здоровье. Ну, и вот курение тоже влияет на здоровье, один из компонентов. Что я хотел бы с Вами поделиться сегодня, это одна тема, которая, может быть, Вам не всем хорошо известна, потому что именно эта тема довольно-таки свежая и новая. Я и мои коллеги сказали, куда мы можем пойти в этом мире для того, чтобы найти... где гомосексуализм, значит, защищен, он принят, защищен... и где это самое они имеют право создавать какие-то общества, где они могут зарегистрироваться официально. Наверное, самое лучшее место на этой планете это город Сан-Франциско в Калифорнии. Сан-Франциско имеет очень длительную историю, более 150 лет. И это самый, который довольно-таки хорошо развился хомосексуализм. И я могу совсем уверенно сказать, что первый, так сказать, мальчиковый бордель было в Сан-Франциско. И в 1940-е годы и после этого научные работники пришли в Сан-Франциско и стали изучать этот феномен, как это работает, почему это работает. Профессор Кензи, известный ученый в данной области, был со своими коллегами там и начал изучать этот феномен. Вообще-то это противозаконно дискриминировать кого-то, если это касается образа жизни, как это гомосексуализм, или другой образ жизни. И мы решили с моими коллегами пойти тоже в Сан-Франциско, именно и там это сами начинаете изучать этот феномен. И к тому же общество гомосексуализма, туда нам даже очень много помогло. Многие из наших исследований находятся там онлайн в интернете. в Сан-Франциско, в Сан-Франциско, в Сан-Франциско, в Сан-Франциско. Вы знаете, Сан-Франциско это самый там габань, и они это самое общество, которое больше в том районе расположено. So, in a very real sense, this is a homosexual paradise, and no one can say... No one can say... ...рай. ...рай, да, рай, извините. ... No one can say, this is a biased place, if something bad happens to homosexuals or good happens to homosexuals. It's not because the populace gets to discriminate against them. Дело в том, что Дизель взял сказать, что это хорошо или плохо, и вообще общество не может дискриминировать их или сказать что-то против них. So, first, we looked at the obituaries of about fifteen hundred homosexuals before we did that, and over a thousand obituaries of normal people. Мы взяли для исследования где-то полторы тысячи гомосексуалистов и полторы тысячи людей, которые отвергают. ... 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 Now, you're pretty young as an audience. How many here even bother to look at open children? ... Мы не можем это самое посмотреть на некрологи как бы. Nobody. Nobody cares. When you get to be my age, you start caring. I said, when you get to be my age, you start caring. Вам пока еще об этом не нужно думать, как бы о смерти, но когда вы будете в моем возрасте уже, наверное, будете уже думать. Читать некрологи. По некрологи, да. Читать некрологи. So, first, let's go to the average, the normal obituaries in San Francisco. And you'll see that right up here. And let me point this out to you. And let me point this out to you. We went to the San Francisco Chronicle, which is the standard newspaper for the area. And we took about 400 consecutive obituaries. И мы взяли где-то около 400 обычных нефрологов. Более 200, значит, мужчин. The median age of death was 79. И средний возраст, который они уходили из жизни, был 79. Now, this is reassuring, because in the United States as a whole, the median age of death for men is 79. Again, within a year of the median age of death in the United States for women. Now, in much of the EU, people get to collect retirement checks earlier in the United States to start at 65. And you will notice that about 80% of the males live long enough to see the checks coming. I'll ask about 85% of the women live long enough to get... 80, почти 85% женщин, это самое, живут тоже больше и, ну, как бы, могут получать пенсию. То есть радоваться за то, что они вышли до пенсии, могут получать пенсию. Furthermore, for society as a whole, something very interesting for the future. About 80% of both men and women had children. Более 80%, около 80% женщин и мужчин имели детей. This is very important for the future because if you don't have children, you don't have a future. And we'll skip this for the moment, but notice that the fertility rate was for these people 2.2. That is, you need 2.1 children to keep society level. Yeah, its ability to start, I am sure you'll say, it was 1.2 children. Субтитры сделал DimaTorzok